Меня зовут Майя Осипова, я проживаю в Соединенных Штатах Америки. Я вела довольно-таки активный образ жизни и никогда не думала, что в мою жизнь постучится беда. В один день я нагнулась застегивать обувь, и меня заглючила моя спина. Я оказалась на больничной койке, и врачи не могли мне помочь, потому что мой позвоночник совершенно пришел в негодность. Я полтора месяца пролежала на кровати и уже думала о инвалидном кресле, но это никак не вписывалось в карту моего мира. У меня было очень много планов на жизнь, и я знала, что я еще не реализовалась. И плюс к этому, когда я дошла все-таки до врача, врач сказала, что никакую инвалидность в своем состоянии не дают. В крайнем случае нужно лечиться и сделать операцию по замене позвонков. Это весь меня тоже не обрадовало, потому что я совершенно не представляла, как во мне будет металл вместо моих натуральных костей. И приходило депрессивное состояние. В этот момент я поняла, что я помогала тысячи людям, а в этот момент себе сама помочь не могу. Я очень была расстроена, горчена. И все-таки думала о том, что, может быть, я имею какую-то милость в жизни. Как-то судьба повернется, я начну вновь ходить. И я оказалась совершенно без работы и не могла даже держать ложку в руке, чтобы кушать. Меня кормили из ложки. И в тот мир мне хотелось кричать, что люди, вы такие счастливые, что вы можете сходить в туалет и сами поухаживать там за собой. Я тоже этого делать не могла. И когда я лежала в отчаянии, одна женщина сказала, выйди в эфир и проси людей помощи денежной, чтобы начать лечение. Я набралась смелости и вышла в эфир. И мне позвонила моя подруга и сказала, что с тобой случилось? Я говорю, да я даже не хочу говорить. Мне сложно об этом говорить. Она говорит, ну что говори? И я сказала, я не могу ходить. Мой позвоночник совершенно отказал. И она говорит, попробуй продукт и тебе поможет. Я говорю, что правда поможет? А вы говорите, да поможет. Говорит, а что ты особенная? Всем помогает, а тебе нет? Я сказала, ой, ладно. И вечером я подумала о том, что, а почему бы и нет? Почему бы не попробовать? И я позвонила ей, ну и говорю, ну давай свой продукт. И я заказала себе билурон и начала его принимать. К моему великому удивлению, я словно лазер воскресла. На третий день я встала с кровати и начала ходить. И я поняла, что надежда есть, выход есть. Но в моем теле оставалось еще очень много боли. Когда я добралась к врачу, врач сказала, у тебя артрит. И вы знаете, когда я сказала, опять это моей подружке, которая являлась уже, даже какой-то статус в этой компании имела, она сказала, что у нас есть программа, ты хочешь на программу? Я говорю, что за программа? Она говорит, иди просто и доверься человеку-тренеру. Я пошла, доверилась. И через неделю я полностью вернула свою мобильность. Стала двигаться моя рука, я стала ходить, двигаться и обрела счастье. Внутри меня словно загжегся фонарик и обрела вновь надежду. Пересмотрела все смыслы жизни. Теперь у меня есть другие цели жизненные. И весь мой жизненный опыт я могу вкладывать теперь в новые жизненные цели. И хочу сказать сегодня, для чего я это говорю. Потому что я знаю, что очень многие люди сегодня находятся в таком же состоянии и думают, что жизнь окончена или доверяются неправильным методам восстановления своего здоровья. Хочу сказать, что выход есть. Ищите правильный выход.